Ну, конечно, это Харитонов. А бывших можно назвать? Михаил Филиппов мне очень нравился. Так, чтобы никого-то не обидеть как-то. Мне и Пашка Рожков нравится, и Михаил Комков, то есть наши ребята-воспитанники. Красноярский, да. Их много на самом деле, каждый по-своему хорош. Елисея не знает даже. Вообще, могу сказать, Елисея вообще не знает. Мужики? О, не знаю. Ну, мне очень нравится, во-первых, вратарская линия, это Бафон. Это у меня на сегодняшний день любимый вратарь. Потом Криштиана Рональда, Леонель Месси. Это понятно. На этих людей смотришь иногда там с открытым ртом, как это вообще, что это сделать нереально, как они это делают. Они прям боги этого футбола в наше нынешнее настоящее время. Златан Ибрагимович, Криштиана Рональда и Паула Мальдили. Я бы, наверное, хотела бы сыграть с Леонель Месси все-таки. Это если из иностранных брать. По телевизору одно, хотелось бы посмотреть вживую, как это все происходит. А из наших, из наших, не знаю. Ну, с Харитонов, да, наверное, вышел бы и поиграл. Да, давайте, пусть будет Харитонов. Ну, который я сказала. С ним я хотела. С любым из них, да? Ну, да. Ну, простое живое общение. Да с любым, наверное, нету такого, что прям очень хочется с кем-то прям конкретно пообщаться. Криштиана Рональда. Ой, ну, это уже провокационный вопрос. Кого-то захотеть на свидание пригласить. Ну, нет, такого нету, наверное. Я все-таки больше их расцениваю как футболистов, как игроков. И общаюсь даже при каком-то живом общении, мы общаемся именно ну, футбольные темы какие-то у нас больше. Не знаю. Паулу Мазили. Из Денисейских была на Мишку Филиппова подписана. Ну, есть. Затем была подписана на Ламакина. Конкретно так, чтобы сидеть в том же Инстаграме, ВКонтакте, времени просто нету. Криштиана Рональду. Слатана Ибрагимовича. В женском футболе или в мужском? Ну, в женском футболе, конечно, бы хотелось очень. Да за Россию бы, наверное, сыграла. Я патриотка. А что у меня какие-то иностранцы? Барселона. Наверное, красный, синий, белый. У меня как-то вообще в моей карьере, как футболиста, у меня всегда эти цвета на протяжении всей карьеры они, да, преследуют. Черный я больше люблю и зеленый цвет. Форма, она должна быть в первую очередь удобной. Надо вместо шорт какие-нибудь хотя бы начать с теннисных юбок. И была даже, у меня был случай, в Рязани мы играли, тогда еще игроком была, и мы там с девочкой, у нас была экипировка джомовская, по-моему, и были шорты синие. И от дублю молодежной команды женской заказали вместо шорта теннисные юбки. Ну и мы там, короче, напросились и урвали себе там с Людмилой Пекур теннисные юбки. И на игру, получается, цвет одинаковый, стиль они отличаются, но это так шикарно смотрелось, то есть у нас там футболочки такие женские пришли в теннисных юбках прямо на матч. И они не выпали из картины, кто-то был в шортах, вот мы вдвоем были в юбке, и там все такие, вау, как классно. Нет, так не надо, я думаю. Ну так удобно, с чертом удобно. Где-то подурачиться в каком-то ролике – это одно, а когда идет съемка там какого-то серьезного фильма – это уже другое. Ну нет, я пока к таким вещам не готова. Ну да, ну боевик, чтобы было там. В этом году планируется, да, немножко себя, потому что ты в любом случае идешь лицо команды, тебя там берут интервью, показывают, надо выглядеть соответствующе, а не какая-то там как чума забитая. Нет. Да, я их могу послушать, могу там, если что-то хорошее говорят, порадоваться. Да-да-да, у меня сегодня классный день. Но вот так вот прям, нет, в гороскопы не верю. Нет, ничего не верю, кроме Аллаха. Обычно 8 марта – это сборы, там по-разному, цветочки всегда какие-то там, сувенирная такая продукция, какие-нибудь там, кружки красивые или еще что-то. Клубнику нам дарили там, в Турции мы были. Нет, на Кипре мы были, нам там, каждому вот по такой корзине клубники подарили. Ну, именно игра не была, была тренировка, и когда я играла за Кубановскую в Краснодаре, там на тренировку, перед тренировкой нас дарили подарок.